Долгожданный апрель Долгожданный апрель Арктические игры Большое событие не только для нашего города, но и для всего региона Всю неделю, начиная еще с прошлых выходных, наши корреспонденты следили за тем, как проходит состязание арктического турнира Кроме того, мы провели прямую трансляцию хоккейного матча Кто не смог поболеть с трибун, смотрел в эфире А сегодня мы расскажем о некоторых событиях арктических игр Ну что вообще, ребят, надеемся? На первое место Удачи! Спасибо! Спасибо! Хоккейная команда «Ямал» уверена в своей победе Юноши из Салихарда сразились в баталиях с ребятами из Ухты Турнир не совсем обычный Точнее, непривычный для юных хоккеистов Игра проходит в уменьшенных составах Три полевых игрока плюс вратарь При этом матч состоит из трех периодов по семь минут Уровень подготовки ребят высокий Тем более, тут дети уже 14 лет Они должны показывать высокий уровень Первый период и первая ничья по одному очку разделили команды Во втором периоде «Ямал» настигла удача И команда вырвалась вперед Сейчас происходит такая ситуация, что наша команда не может выйти из зоны своей И соперник нас душит в своей зоне И мы теряем очень много сил Болельщики ликуют, тренеры нервничают Еще раз! Еще раз! Леха, шире, Леха! Ну почти, ну почти В итоге за два последующих периода ухтинцам так и не удалось выйти в лидеры На последних минутах команда «Ямал» забила финальную шайбу Счет 5-1 в пользу салихардских ребят Пока одни спортсмены состязались на льду В бассейне спорткомплекса «Полярный» встречали пловцов Участников всероссийских арктических игр Шесть команд из разных уголков северных регионов Преодолевали 100-метровую дистанцию разными стилями Баттерфляем, брасом на спине и вольным На пятый день арктических игр на биатлонную трассу вышли 5 юношеских команд Этот вид спорта очень популярен в северных краях Сразу 5 регионов приняли участие в гонке Ямал, Красноярск, Архангельск, Мурманск и Республика Коми Полсотни участников боролись за медали На арктическую гонку приехали лучшие спортсмены Одни сильны в беге, другие на огневом рубеже Сегодня в индивидуальной гонке важно больше пострелять Метка сегодня выйдет на первый парк А вот за каждый промах штраф Плюс 30 секунд к общему времени прохождения дистанции Первыми на лыжню вышли юноши Вслед за ними девушки старшей группы Чуть позже эстафету приняли самые юные биатлонисты Осилить им нужно было 4 километра лыжной трассы Четыре рубежа Сочетание лёжа, стоя, лёжа, стоя Пятый круг, этот у нас финишный круг Первых два рубежа спортсменам давались легко С каждым новым кругом выбивать мишени становилось всё сложнее Перевести дыхание у некоторых получалось только в положении лёжа Давно так не стрелял Отличная стрельба, думаю, лучше, чем всех Думаю, в лидерах Тяжёлая трасса, здесь холод Девчонки на трассе проявили не менее бойцовский характер Беговая дистанция далась каждый Огневой рубеж, к сожалению, не всем Тебя шатает, когда ты стоишь Винтовку качает И нужно очень сосредоточиться, чтобы попасть По итогам трёх состязательных дней Определят лидеров арктических игр в биатлоне Мы ещё вернёмся к арктическим играм А сейчас хотелось бы дополнить предыдущий сюжет Да, мы не знаем, просто ли это такое счастливое совпадение Или спланированное событие Но именно в эти спортивные дни город посетила наша прославленная землячка Титулованная биатлонистка Альбина Ахатова В её личном активе 10 медалей чемпионатов мира 4 из которых золотые и 5 олимпийских Включая одну высшие пробы Альбина Ахатова выиграла 3 этапа Кубка мира в индивидуальном зачёте 8 раз брала серебро и 10 раз бронзу Альбина Ахатова родилась не в Лабытнанге Но этот город стал для неё по-настоящему родным Здесь она выросла Здесь начало её становления как успешной знаменитой спортсменки Тренировки, стремление к первым успехам Юношеские надежды и мечты Всё это ассоциирует Альбина с городом Семилиственниц Когда вспоминаешь прошлое, безусловно, ностальгия возникает, которая пускает слезу А когда ты видишь будущее, как город, чем живёт, как он развивается То, конечно, чувство такое и радости, и восхищения, и вообще гордости Титулованную биатлонистку, почётного гражданина города и Ямала в Лабытнанге встречают по-дружески Неофициальная встреча с главой города началась с обмена подарками От чемпионки фото с автографом, а ей – большую юбилейную книгу про любимый город Обязательное совместное фото на память о тёплой встрече И гости ей предложили продолжить беседу за чашечкой ароматного чая Вспомнили и школьные годы спортсменки, и то, каким был город раньше Ради таких трогательных моментов светлой ностальгии И создан проект «Герои Ямала» Мы обещали вернуться к разговору про арктические игры В выходные большой турнир завершился Там побывала наша коллега Арктические игры – масштабный федеральный проект Который объединил спортсменов из девяти северных регионов страны От Мурманска до Чукотки Обращаясь к участникам, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отметил Для округа большая честь принимать на своей земле юных героев большого спорта Каждая заработанная медаль – это, несомненно, радость побед над соперником Но прежде всего это победа над собой Мастерство в любом виде спорта приходит только в результате ежедневных тренировок «Ямал как бы находится в таком сердце Арктики Поэтому все очень символично Игры про дружбу Игры про серьезный уровень Потому что затеять никогда Вот игры шли Мы до конца не делали У нас первая часть игр игр играла Красноярск На пятки всегда наступали коми Поэтому все было до конца Все в борьбе Уровень такой достаточно Каждый год все сильнее и сильнее Сборная Красноярского края – самая многочисленная команда Достойными им соперниками стали ямальские спортсмены Наши ребята обошли Красноярск на 4 очка Итогом арктического марафона стала победа Ямала Коми – бронзовые призеры третьих всероссийских игр Ты заметил, Джамалидин, что практически в каждом нашем выпуске есть сюжеты про гостей? Да не по одному Это значит, что все время кто-нибудь приезжает нас навестить Кто с гастролями, кто за ностальгией по местам юности, а кто-то и по работе Большая делегация Комитета Государственной Думы по развитию Арктики и Дальнего Востока приехала в наш город Для чего они приехали и какие объекты посетили? Сейчас все расскажем В число важных социально-экономических предприятий округа входит Собский рыбоводный завод За 8 лет его работы в реке Ямала было выпущено около 120 миллионов мальков ценных видов рыб Отрадно, что городской округ Лабытнанги, куда входит в том числе и Харб Уже не первый год ставит вопрос о миссии города, о миссии этой территории Это очень правильный современный дискурс, до которого большинство городов еще, что называется, в России не дошли Агломерация городского округа Лабытнанги и Салихарда в числе опорных территорий Арктической зоны, имеющих стратегическое значение для страны А это значит, что развитие предприятий региона будет усиленно поддерживаться Также в рамках выездного заседания Комитета Госдумы Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Депутаты в формате круглого стола обсудят несколько важных тем Это развитие северного агропрома, туризма и системы государственных гарантий, проживающим на Крайнем Севере Ну а сейчас о делах житейских в самом прямом смысле этого слова На совещании у главы города обсуждали ближайшие строительные планы Лабытнанги и Харпа Перспективы есть? Еще какие? Со следующего года будет значительный рост числа обладателей новых квадратных метров Так, например, в Харпе введут в эксплуатацию два многоквартирных дома Это позволит поставить жирную точку в расселении аварийных домов поселки В Лабытнанге картина иная Проанализировав темпы старения жилфонда, определили земельные участки Для размещения необходимого количества сотен тысяч квадратных метров жилья С учетом того, что в этом году заработают новые очистные сооружения Водовод это даст возможность наращивать темпы строительства жилья В ближайшее время застройщики планируют сдать четыре дома По улицам Комарова, Первомайской, Обской в том числе Семиэтажный дом на перекрестке улиц Октябрьская Новая При этом каждый комплекс будет развиваться со всей инфраструктурой Задачей на ближайшую пятилетку избавиться от деревянного жилфонда И сделать город компактным, безопасным и без пробок Программа перспективного развития городского округа в действии Обратный отчет пошел Уже на следующей неделе в дом по улице Первомайской заедут новоселы Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», а также поддержке правительства региона Лабытанги становятся красивым и современным Что-то давно мы про мошенников ничего не рассказывали Хотя тему, конечно, держим на контроле Мы про них не забыли Они про нас тоже не забыли, поверь Вот буквально на днях звонили наши коллеги Она все записала, кстати А вообще, с начала года полицейские уже зарегистрировали два десятка преступлений Связанных с незаконным завладением чужими деньгами Вот это поворот событий подумала наша коллега Дарья Самородова В Москве не была, а преступный след оставить умудрилась Товарищ полицейский журналиста припугнул, а затем тонко намекнул, что вопрос с возбуждением уголовного дела можно решить мирным путем Он потребовал 500 тысяч рублей и о факте мошенничества, в котором якобы я замешана, будет им забытым Одного нечистого на руку товарища полицейским удалось найти Преступные следы привели оперативника в Челябинск Мужчина 26 лет от роду обманным путем заработал на жительнице Лабытнанге 10 тысяч рублей Молодая мама всего-то хотела купить своему ребенку прогулочную коляску Нашла объявление по продаже детской коляски, связалась с продавцом, выбрала подходящую себе детскую коляску И заказала, указала адрес, куда доставить необходимое и произвела полную оплату Выйти на след преступника помог IP-адрес его мобильного телефона, с которого и велась переписка Фигуранта уголовного дела, капитан юстиции Смейл Мингулов допрашивал уже в колонии, где мужчина отбывает наказание Вину в содеянном уроженец Челябинска признал украденные деньги, вернул потерпевшей Кстати, с начала года жители города уже перевели почти 10 миллионов рублей Хватит, остановитесь, не позволяйте плохим людям себя обманывать Президент России Владимир Путин заявил о необходимости бережного отношения к единству народов Российской Федерации Мне кажется, этот вопрос давно и успешно решает уникальный ямальский конкурс «Самый дружный интеркласс» Его уникальность в том, что он является единственным в своем роде не только на Ямале, но и в России Начинался как небольшой школьный проект в Харпе, а сегодня распространился на весь регион Более того, к участию в интернациональном конкурсе подключились ребята из Донецкой Волновахи И татары, и лесгины, буряты, и русские – всех подружил самый интернациональный конкурс Ямала В течение года шли отборочные этапы За это время проект «Самый дружный интеркласс» объединил более полутора тысяч участников В финал вышли 60 школьников в возрасте от 12 до 16 лет из Салихарда, Лабутнанги, Харпа и подшефной Волновахи Привет, Салихарда, Волновахи! Наш конкурс считается самым крутым, не побоюсь этого слова, на Ямале, потому что он единственный даже в России И он показывает, насколько дети могут самостоятельно изучать народы, различные национальности Жюри пришлось в этот день нелегком, все участники подготовились на 100% И костюмы, и танцы, и национальные традиции изучили все досконально Наш город представили ученики пятой школы На сцене они показали традиционный русский обряд «Девишник перед свадьбой» Визитка, национальный обряд, викторина, финал длился более двух часов Победу одержала команда Абдорской гимназии из Салихарда Они рассказали зрителям и сверстникам о бурятах Амар-мармандер! Что это значит? Здравствуйте! За первое место салихарских гимназистов ждет достойная награда В мае они поедут на победный парад в Москву Такой конкурс-концерт получился, молодцы и школьники Согласна, и еще об одном концерте мы говорили на прошлой неделе Он назывался «Творцы хорошего настроения» Деятели культуры и искусства чествовали в городском ДК в преддверии профессионального праздника Новые гранты и новые проекты, время заслуженного триумфа наступило В городском ДК чествовали работников культуры Ваша миссия уникальна, она красива, она удивительна Марина Трескова благодарила и от себя лично, и от всех горожан Глава вручала героям дня поздравительные адреса, благодарности и грамоты Многие из них были тронуты до глубины души Профессиональный праздник совпал с личным торжеством У меня сегодня двойной праздник Сегодня ровно, вот день в день, два года, как я работаю в детской школе искусств поселка Харп И мне очень приятно, что за этот вроде бы небольшой промежуток времени Но на самом деле получилось сделать очень многие вещи В этот вечер поощряли многих Нашла своих героев и главная награда городского округа Знак общественного признания «Хрустальная лиственница» Ее вручали и дебютантам отрасли, и опытным специалистам Семь традиционных номинаций дополнял специальный приз лучшему корреспонденту Специальный приз и почетный диплом вручается лучшему корреспонденту в области культуры и искусства Ольге Александровне Бондаревой, ведущему программу День работника культуры «Хороший повод сказать спасибо тем, чей труд и достижение подчеркивают важность одного из приоритетных национальных проектов культуры» Оля, поздравляю, «Хрустальная лиственница» Спасибо! Не буду врать, мне безумно приятно Вот такие мои личные новости прошлой недели А теперь пусть своими личными новостями за неделю поделятся наши горожане Я съездила в администрацию президента Российской Федерации Ничего себе! На личный прием Была я там 28 марта в 3 часа Как все прошло? Все прошло удачно Мне пообещали, что мой вопрос будет решен Отличные события, так как у нас сын на «Полярной звезде» участвовал Взял первое место Была трудная неделя, но в конце итоги отличные Я рисовала там, чуть-чуть гуляла Рассадой занимаюсь И все, и вся моя жизнь Очень хорошо мы проводим это с детьми, с внуками я провожу Стараюсь, когда у меня выходные Вообще на той неделе у меня выходных два было Вот, ходили на карусели, на качели Здесь в парке везде ходим И очень хорошее было настроение Ну и погода неплохая была, все было хорошо Наверное, больше всего я была рада, что я на работу вышла Потому что отпуск у меня очень скучный прошел Холодно было Никуда не ездила А так дома сидела Семьей провозила время С своей сестрой У меня племянник очень хороший С мамой, с молодым человеком Улицы чистые Парки красивые Инфраструктура такая, как бы развитая, я бы сказал Хорошо было в Бутнанге, да? Ой, где б ты не была, домой всегда хочется Я уже почти 50 лет здесь Вот, и не хочется уезжать Ну вот, итоги еще одной насыщенной недели подведены Пусть начавшаяся принесет вам только добрые вести И, наконец-то, весеннее тепло Хотя бы немного Увидимся в следующий понедельник Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова